Прочищаем себе путь, включили турбины, огонь, спиннер в деле, ооо, нифига себе как меня откинуло, ребят, я плыву назад, у меня совсем другое направление, здорово, дружище, ты не в ту сторону плывёшь, надо плыть туда, как я. Бэкст, 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 он там, быстрее, туда. Бэкст, 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 бэк В общем, на чё фантазии сейчас хватит? Давай же приступим. А, не, хотя подожди. У меня здесь уже приготовлена одна лодка. Я тебе сейчас её покажу. Так, куда тут надо? А, вот. Так, по-моему, вот это. Давай загружаем. Вот так вот. Грузись. Я её... Серьёзно, я её строил очень долго. Продумано по чертежам. Мне там, это, мелкий гном какой-то чертежи подогнал. Говорит, это самая крутая лодка, которую ты сможешь построить. Я говорю, да ладно тебе. В общем, мы с ним поспорили. Если я на ней доплыву до гор золотом, то мне придётся ему отвалить половину того самого золота. Вот мы сейчас это и проверим. Смотри, какая лодка. Хотя это сложно назвать лодкой. Это настоящий корабль. Причём такой бронебойный. У него даже есть турбины. Ты посмотри. Вот они, вот они, турбины. Огроменные турбины. Единственное, гном сказал, что эти турбины не осилят такую здоровую махину. Поэтому на них надеяться шибко не стоит. Но помимо всего этого, там есть трюм. Прикинь. Сейчас, сейчас заберусь. Вот так залазим. Здесь несколько седушек для рабочего персонала. Ну, который, если что, если лодка застрянет, чтобы она его толкала. Это трон для направляющего. И вот здесь вот тролль. Тьфу, блин, тролль. Чё это я про что? Это про троны. А, да, трон. И вот этот вот трон. Это, короче, ну, для меня. Для водилы. Вот. Здесь я, по идее, должен сидеть. Не знаю, как я буду рулить, если здесь у нас мачта. Прям вот по центру. Я вот так вот еду и смотрю в мачту. Ну, естественно, у нас паруса. Сделаны из флагов, потому что я нищеброд. Но у меня не было настоящих парусов. Пришлось извращаться и сделать такие. А, так же про трюм. А, точно, трюм, трюм. Вон, смотри. Здесь у меня всё из металла. Это чтобы, если вдруг меня кто-нибудь в пуканище попал, меня здесь не пробило, не снесло вместе с моим рулём, и с моим креслом, и с моим вот этим вот... Как эта штука-то называется? А, вместе с мачтой, чтобы меня нафиг отсюда не унесло. Вот. А вот он трюм. Открываем. Да. Трюм я, конечно, забаррикадировал, потому что днище у меня слабое на этом корабле. Поэтому пришлось там всё это забаррикадировать и как можно сильно усилить. Вот. Поэтому туда теперь уже не взобраться. Да и там, в принципе, и шибко нечего было делать. И сделано там было всё для гномов. Поэтому я туда пролезть-то даже не мог. Чертежи-то гномские. Вот. Вот эти вот штуки были сделаны... Ну, мачты. Мачты для того, чтобы удерживать всю эту махину в равновесии, чтобы она на бочину не ложилась и не плыла боком. В общем, в принципе, я тебе всё рассказал. Все нюансы, все преимущества и минусы данного плавающего крейсера. Да, назову его плавающий крейсер. Звучит забавно. Крейсер Аврора. О, дадим имя Крейсер Аврора данной махине. А, да, кстати, смотри, здесь ещё вот такие борты сделаны. Это всё не просто так. Это для того, если мы встретим вооружённый корабль. Или заплывём кому-нибудь в бухту, где будут стоять башни, которые тоже будут вооружены пушками. Чтобы они просто не пробили мачту, паруса. Ну и в целом меня тоже. Чтоб снарядом не снесло. О, кстати, смотри, здесь какие щели. Ух, фиговенько я построил. Надо будет тут это, клеем замазать. Ладно, всё, в общем, поплыли. Сажусь сюда. Или, может, в центр лучше сесть, я даже не знаю. Короче, это не важно, поплыли. Всё, хорош болтать. Ю-ху, погнали. Ах, да, у меня же тут ещё есть и сигнальный огонь. Вон он. О, смотри, тут вон тоже тот самый плод, который мы увидели в самом начале. Поплыл тоже вместе с нами. Ты только глянь. Из-за этих мачт мой корабль не совсем плывёт по воде. Он словно левитирует на воздушной подушке. Офигеть. Вот это у меня внедорожник морской какой-то целый получился. Офигенно. Плывём. Смотрим, что будет дальше. Знаешь, что я хочу ещё сделать? Я хочу включить турбины. Но понимаю, что сейчас это, ну, нет смысла этого делать. Поэтому я лучше подожду подходящего момента. Так. Наши мачты берут на себя удары. Собирай весь мусор. Ву-ву-ву. Нас атакуют стрелами. Ну, хотя стрелами пробить такую махину очень сложно. Поэтому я не шибко переживаю. За исключением того, что мне могут попасть в кипарик. Всё-таки там сверху ещё стреляют. Может, надо было всё-таки сесть туда? За руль? Ладно, пофиг. Уже проехали. Надеюсь, что следующие ловушки нас не заставят попотеть. И фигово всё-таки, что нас развернуло. Потому что если я включу турбины, меня понесёт в бочину. Это очень плохо. Ву-ву-ву. Блин, как же я обожаю это место. Оно такое крутое. Оно такое красивое. Просто пипец. Кстати, такое ощущение, что кто-то здесь уже проплыл и расчистил нам местность. Хм. Да, смотри. А там за нами начинают появляться кристаллики эти. Удивительно. Кто бы это мог быть? Кто это нам помогает? О-о-о-о, мы вплываем в следующую местность. И прямо врезаемся в пушки. Точнее, в башни с пушками. И сейчас мы можем окрепсить по полной. Ой-ой-ой, наш корабль переворачивает. Ой-ой-ой. Как же всё плохо. Блин. Я потерял несколько мачт, которые держали нас на весу. И к тому же у нас пробито днище. Обзац был. Просто жесть. И как мне дальше плыть? Ну, в принципе, повреждения не такие большие. Но зато можно рассмотреть днище. Ой-ой-ой. Мы заплыли в лаву. А лава... Где у меня деревяшки? Хорошо, что деревяшки защищены. Здесь в основном металлические и каменные материалы по корпусу. Следующее. Ой-ой. Мы заплыли в бухту, где куча пушек. Ты глянь только. Ва-а-а. Сейчас точно расстреляет мой корабль. Ну, я молюсь чертежам гномским, что все-таки корабль крепкий. И мы доплывем туда, куда нам нужно. Кстати, я еще ни разу не испробовал ракеты. Турбины. Может быть, одну все-таки нажать, а пробнуть? Не-не-не. Ладно. Оставлю на всякий пожарный. На крайний случай. О-о-о. Нелюбимое место. Давай здесь нажмем. О-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Как меня нафиг. Нафиг. Лучше б я их не включал. Хотя... Ой, кажется, меня назад... Назад повело. Фух. Закончились. Все, топливо кончилось. Прикольные штуки. Нужно будет сейчас на остров доберемся. Попробую с ними кое-что придумать. Может, ракет построю. Я не знаю. Так. Поднимаемся. И снова опускаемся. Корабль прибыл на сушу. Сейчас это будет... Как? Прилив. О, начался уже. Там-там-там-там-тарам-там-тарам. Следующая локация. О-о-о-о-о-о-о. Что это за локация? О-о-о. Самая моя нелюбимая локация. Здесь вообще по-легкому можно потерять свой корабль. Блин-блинский. Ты посмотри, какие здесь глыбы камней. Да еще какая-то фигня вон крутится. Просто капец. Ну же, камень, давай. Здесь плывем дальше. Пока потихонечку проплываем. Ай! Ты глянь, какая она массивная, здоровая штука. Во-во-во-во-во. Ё-моё, какая она и с иглами такими здоровыми, с шипами. А мой корабль все пробивает эти камни. Ну же, ну же, кораблик, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Все, смотри, сзади всю корму пробило. Ну же, чуть-чуть, давай, уходи отсюда, быстрее. Фух, уплыли. Это было жестко. Что? Что за звуки? Такое ощущение, что там водопад какой-то. Что здесь? О-о-о, водопад какой-то, глянь. Офигеть. Сейчас бы не разбиться с такой высоты. О-о-о, горы золота. Офигеть. Гном не врал. Чертежи сработали. Ой, шипы. Опасный момент был. Но мы шипы тоже пробили. Ты посмотри, даже шипы смогли сломать. И почти доплыли до золота. Чуть-чуть осталось. Надеюсь, здесь никаких ловушек не будет. О-о-о, с первого раза, прикинь. Зашел, загрузил и доплыл. Вот это я понимаю. Так. Все, можно высаживаться. Ага, высаживаемся. Нагребаем полный карман из золота и уплываем отсюда. Е-е-е-е. Бутылку с ромом мне, пожалуйста. Где мой золотишко? Золотишко. Ты посмотри, сколько здесь золота. Сколько здесь слитков золота. Беру, беру. Как это все утащить? 200 голды. 200 голды получил. А че так мало? Че так мало голды? Мне еще дварфу надо отдать. Гному этому за чертежи. 200 голды. Там столько золота было. Мне 200 голды все перепало. И вот скажи мне, стоило туда плыть из-за 200 голды? Столько сил. Пять выпусков. Не, не пять. Наверное, три-два выпуска потрачены, чтобы туда доплыть и получить 200 голды. Я в печали. Я щас пойду упьюсь яблочным соком. Ой, господи. Ладно. Зато у меня есть ракеты. Ракеты есть? Есть. Значит, надо построить что-нибудь инновационное. Что-нибудь современное. С ракетами. Давай знаешь, что построим. Ракету. Самую элементарную ракету. Возьмем вот так вот. Вначале надо взять эту. Саму ракету. Вот. Перевернуть ее надо. Так. Ступень готова. Теперь нужно просто сидушку на нее поставить. Во. Готово. А теперь просто сажусь. Отлично. И как бы, ну, можно уже полететь. Только я думаю, что я сейчас точно не в космос полечу, а куда-нибудь в сторону. И врежусь своим жбаном в какую-нибудь деревяху. Ну, я имею в виду в дерево. Ладно, давай попробуем. Рискнем. А, нужно запустить. Подожди. Запускаем. Так. Воу. Воу. Ха-ха-ха. Кайф. О, я лечу. Лечу куда надо. Правее чуть-чуть. Правее. Ну, я почти долетел. А. Кажется, я перелетел и вообще не в ту сторону. Полетел. Здесь турбина. Она должна под... Подожди. Она должна нас подкинуть в небо. А потом, когда мы окажемся с тобой в небе, мы должны включить эту турбину. И она должна нас двигать вперед. К нашим сокровищам. Я надеюсь, что это все сработает. Сюда я сяду. Чтобы, ну, для перевеса. Тут же как бы турбина, да? Чтобы был баланс, как бы. Вот. В общем, давай попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Горе инженер. Поехали. Стартуем. Так, где эта ракета? Ну что, запускаем. Один. Два. Три. К запуску готов. Поехали. Воу. Воу. Что-то пошло не по плану. Нифига. Вай, мамочки. Эээ. Блин. А мои турбины дальше полетели. Та-дам. Гоночный болид. Ну, болиды же от Формулы-1. Они же облегченные, да? Ну, вот у меня тоже тут облегченный болид. Только с реактивными... Реактивными... Как их там? Ракетами, короче. Во. Так, сажусь. Сейчас затестим нафиг. Главное, чтобы был руль. Только нафига... Нафига он здесь мне? Я не знаю. Все будет решать турбина. Ну что, поехали. Так, стартуем. Самое главное, это... Одновременно нажать на турбины. Я не знаю, как я это сделаю, потому что у меня мышка всего одна. Но я сейчас попробую сделать. Посмотрим, какую скорость я разовью. На старт. Внимание. Три. Ай-яй. Йоу-йоу-у-у. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, я не могу. Это прям какой-то фейерверк. Праздник. Да. Вот что значит нужно было... Это ж прям спиннер. Погоди, это же точно... Это ж был спиннер. Офигеть. Как я там еще не блеванул-то? Прям как в центрофуге для космонавтов. Так, а эта турбина, интересно, заработала или нет? Давай нажмем. Воу-воу-воу. Ха-ха-ха. Спиннер в деле. Ей... Оу, нифига себе, как меня откинуло. Ребят, я плыву назад. У меня совсем другое направление. Здорово, дружище. Ты не в ту сторону плывешь. Надо плыть туда. Ха-ха. Как я. Так, походу я теперь поплыву зато. Ну ладно, давай посмотрим. Насколько далеко я уплыву на такой... Эээ... Болидной реактивной штуке. Ну что, даже на такой хиленькой фигуле не я доплыл. Приличный. И получил 57... Или 67 голды, короче. Сколько там этот сундук-то? 45 голды. Стоит вот этот фиолетовый сундук. Мне хватает. Я могу его прикупить. Давай же это сделаем. Надеюсь, там что-нибудь еще попадется крутое. Металл. Мрамор. Ржавка. Стекло. Какая-то фигулина. Пушка! Пять штук пушек! Ну, наконец-то у меня теперь будут пушки! Ооо, и турбина. Офигенно! Просто... Ой, наконец-то пушки есть! Офигеть, как я этого долго мечтал. Короче, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем плод. Просто из пушек. Вот такой вот плод. Сейчас, нафиг. Та-дам! Ты только глянь, какой я корабль построил! И все из этих пушек. Хотел крутой корабль с пушками? Пожалуйста, получите, распишитесь. С тремя турбинами. Так, тихо, ребята, тихо, ребята. В свой же корабль не стреляем. Пять пушек на корабле. Три паруса. А, ну, как бы... Ну, тут побольше парусов. Но я хотел сделать такой, как бы, пышный парус. Ну, в принципе, надеюсь, что у меня это получилось. Рулевое управление. Колесо со спицами. Трюм тоже есть. В трюм можно спуститься. В этот раз можно спуститься. Да, можно даже закрыть здесь, забаррикадироваться. Пожалуйста, здесь можно сесть и плыть. Если что, здесь можно достать будет весла. Ну, это пока концепция. В будущем здесь можно будет достать весла. Если не будет ветра. И здесь будут сидеть чуваки, которые будут работать этими веслами. Вот, так что... Ну, это всего лишь пока что концепция. Я это обязательно доработаю. Если это будет возможно в игре. Поднимаемся на палубу. Ну, закрываем это все дело. Взбираемся на мачту. Да, да, да. На мачту тоже можно взобраться. Кстати, забыл, забыл, забыл сделать. Здесь нужно тоже сидушку. Здесь у нас будет этот штурман сидеть. Давай наверху сделаем. Опс, сидушка отвалилась. А, не подобрать ее. Ну ладно, пускай валяется. В общем, хотел сидушку здесь как-то прилепить. Наверное, наверное, вот так. Вот так вот прилеплю. Пускай в воздухе будет. Будет сидеть в воздухе и говорить нам, где чего, какие препятствия. Ну что, теперь пора набрать команду. Матросов, так сказать. Сейчас я скажу, чтобы заявочки кидали. Ну что, вроде бы все готово. Я сел возле пушек, чтобы сразу из несколько пулять. Так что погнали. Заплыв начался. Ю-ху. Так, готовимся открывать огонь. Вижу камни. Есть попадание. Прочищаем себе путь. Включили турбины. Огонь. Пока все шикардос. Так, надо вот этот уничтожить камень. Теперь вот этот вот. Еще вот этот вот. Ништяк просто. Жалко, что у этих пушек слишком долгая перезарядка. Ой-ой-ой, корабль развернул. Это очень плохо. Площадь поражения стала больше, шире. И сейчас еще и на вихре налетим. Хотя этот вихрь нам даже ничего не сделал. Сколько камней. Ведем обстрел, ребята. А то нафиг потонем здесь. Стрелы. Сейчас обстрел стрелами будет. Щемись. Лобо. Ребята. Все из трюма выходим. Хотя вроде в трюме там уже никого и нету. Хорошо. Значит там точно никого не поджарит. Как курочку гриль. Ух. Вот это. Ай-яй-яй-яй-яй. Почти, почти. Нет. Еще и перевернулся. Капец. Чуть нафиг не утонул. У нас один матрос в трюме. Надеюсь, он там выживет. Сядь уже там куда-нибудь. Тема. О-о-о. Только не это. Самое опасное место. Как я его ненавижу. Здесь реально можно потерять большую часть корабля. Нет. Тема вывалился у нас из трюма. И погиб. Печаль. Минус один матрос. Очень жаль. Мы заплыли в форт. Оу, нет. Кольцо у нас еще. Есть вероятность потерять одного матроса. Да кажется, я еще сейчас и сам себя потеряю. Воу-воу-воу-воу-воу. Как-то было больно. Прямо в меня ядро прилетело. Так. Слава богу, матрос уселся на царский тон. Пока живем, пока плывем. Главное, чтобы нас не перевернуло. Днища корабля полностью пробита. Ты посмотри, какие там дырища. Ужас. Ужас. Нет других слов. Похоже, это последняя локация. Да. Это последняя локация. Очень опасная. Очень тяжелая. Но надеюсь, что мы ее все-таки пройдем в этот раз. Главное, чтобы нас вот этот лист... Блин, он нас перевернул все-таки. И это очень плохо. Сейчас нас будет этими шипами накрывать. Ты посмотри, какие шипы там здоровые. Просто жесть. Главное, чтобы меня седухи, блин, не скинуло. Вау-вау-вау-вау-вау. Надо стрелять, что я сижу. Блин, корабль вообще на глазах развалился. Это уже не корабль нифига никакой. Ну, ну давай-давай, моя красоточка. Плыви, чуть-чуть осталось. Давай же. Е-е-е-е. Мы доплыли. Доплы... Ну, почти доплыли. Сейчас еще вот это вот место надо. Проплыть. Спуститься с водопада. Упасть не на шипы. И все. Надеюсь, что все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы меня вниз головой нафиг не развернуло. Надеюсь, она лучше. О-оу-оу-вау. Фух, это было опасно. Давай-давай-давай-давай. Е-е-е. Доплыли. Ништя. Офигеть. Второй раз за сегодня доплыл до этих сокровищ. Ну, все. Жалко, конечно, что там всего лишь 200 голды. Но счастью моему нет предела. Я просто офигительно богат и счастлив. Всем рому, соку, вишневому, яблочному, кто чего пьет. Йе-ху. Ха-ха. Ну что, дружище, мы доплыли с тобой. Мы сделали это. И на этой позитивной ноте я с тобой прощаюсь. Вот прямо на фоне этого золотого сундука. Со слитками золота. Да. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось. Не забываем писать комментарии. Ставите лайкосики под видосики. И подписаться на канал, если ты еще не подписан. Всем спасибо за просмотр. Пока. Удачки. До нового видосика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!